Здесь куча народу, раз и вот он загорелся, я кого уже тормози? Не, ну понятно, вот видите, вот люди стояли, да, вот рядом с пешеходным переходом. Вы едете, как вот... Дмитрий очень расстроен. Говорит, солнце ослепило, и он просто не успел вовремя среагировать. За год ни единого нарушения, а тут такое. Вину свою полностью признает и клятвенно обещает больше так не делать. О том, что штрафы стали больше, он знает. И против ничего не имеет. Правильно ужесточают, согласен с этим. Ну и пешеходы должны ходить внимательно, вот и все. С этим не поспоришь. Вот один из оживленных участков городской магистрали в районе Крастец. Буквально за 15 минут несколько десятков пешеходов нарушили правила. Дорогу переходят хаотично. И вдоль, и поперек, и по диагонали. Хотя до перехода всего несколько метров. Большинство, конечно, идут по зебре. Правда, и на красный тоже. Ну, конечно, не страшно вообще? Мы так посмотрели, светофор загорелся там небольшое расстояние и перешли. Он ругается. Причем именно дети чаще всего пытаются вразумить взрослых. Но голосу снизу прислушиваются редко. Дорожные полицейские подчеркивают, безопасность движения зависит от всех его участников. Независимо от того, на чем они передвигаются. А почему для пешеходов не ужесточили? Буквально недавно на этом пешеходном произошел трагический случай. Пешеход был пьяный. Почему его нельзя наказать? Наказать можно, но сложно, говорят инспекторы. Только для того, чтобы составить протокол, требуется иногда и по три часа. Ведь люди очень часто неохотно называют свои настоящие данные. Личность приходится устанавливать в отделе полиции. Тем не менее, за этот год только в Красноярске наказали 7 тысяч таких пешеходов-нарушителей. Для сравнения, водителей, не пропустивших человека на переходе, почти в три раза больше. Раньше штраф за это был фиксированный. Полторы тысячи рублей. Теперь дорожные полицейские могут увеличить его до двух с половиной. При вынесении решения инспектора ДПС смотрят на поведение водителя. То есть, осознает ли он опасность данного правонарушения, признает ли он свое правонарушение. И, соответственно, смотрят, нарушал ли водитель, то есть, допускал ли водитель аналогичное правонарушение в течение определенного периода времени. Если допускал, то, конечно, санкция статьи будет максимальная. Водитель обязан полностью остановить машину, как только человек вступил на пешеходный переход. Продолжить движение можно только тогда, когда он окажется на другой стороне. В отношении автовладельцев действует так называемая презумпция виновности. Даже если пешеход был неправ, переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса, отвечать будет именно водитель. После того, как только этот закон заработал года три назад, пешеходы начали перебегать где угодно. Вот почему пешеход не задумывается об этом, о том, что он может остаться инвалидом, либо вообще погибнуть под колесами автотранспортных средств, непонятно. Были случаи, когда водитель, даже при условии, что ведется уголовное дело, доказывал свою невиновность. Да, он обязан оплатить ущерб здоровью пешеходу, которого он сбил в положенном, либо не в положенном месте. Но и были случаи, когда водители еще доказывали в суде о том, что пешеход своим телом повредил имущество водителю. Нужно быть готовыми к тому, что люди переходят дорогу и на трассах. К сожалению, вот таких современных и полностью оборудованных переходов там мало. А вот скорость движения гораздо выше, чем в городе. Да и автовладельцы меньше всего ожидают увидеть пешехода на загородной магистрали. А если он еще и одет во все черное и на улице темно, то он просто становится человеком-невидимкой. Так что ни в коем случае нельзя терять бдительность. От этого зависит и жизнь пешехода, и ваша собственная судьба. Алина Штоколова, Алексей Гусев. Новости.